шалом увраха всем шалом всем здравствуйте сегодня я бы хотел поговорить про нашу речь на наши слова и может быть если успеем даже посмотрим на наши мысли наша недельная глава говорит я вам читаю это вещь которую заповедовал всевышний во первых вот эта вещь которую заповедовал всевышний она абсолютно лишняя потому что все что нам говорит мошэ он это не говорит от себя не существует у нас никакого закона который бы мошэ придумал бы от себя все мошэ кибель тора миссинай мошэ получил тору от всевышнего и передал и ушла и так далее до наших дней это доходит так зачем здесь написано вот это заповедовал вам всевышний это лишняя давайте посмотрим а что заповедовал то есть человек который дал какой-то обет давайте сейчас посмотрим что такое обеты и что такое клятвы так нельзя ему он не может свои слова которые он дал обеты определенные сделать свои слова которые он декларировал яхэль 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 это сделал их хулин хулин имеется ввиду будничными хольными например есть у нас законы которые мы полностью подчиняемся богу это даже вся тора мы подчиняемся богу бог нам сказал как вести себя что нам кушать что нам не кушать и так далее это у нас нету на это какое-то мнение мы полностью доверяем богу и поэтому мы ведем себя так как творец нам сказал вести здесь у нас большая новость мы говорим что мы сами по нашей инициативе можем создать новые законы торы то есть например если я нам можно например кушать мясо кошерное кушать мясо кошерное нету никакой проблемы если это мясо кошерное зарезано так как нужно потом его откошировали от крови которая нам запрещена все нормально ты можешь кушать но я могу обетом да запретить то есть сказать я принимаю себя человек может прийти и сказать он принимает обед принимает такой нэдер что мясо не будет кушать извини меня тебе мясо разрешено да но я хочу сделать на себя принять что-то и хорошо принять принять но что происходит если ты кушаешь это мясо после того как ты сказал что ты не будешь это есть обедом ты ему сказал ты принял себя нэдер так это мясо для тебя когда ты его кушаешь как будто ты кушаешь свинину у тебя будет наказание творца ты кушаешь не кошерное то есть здесь у нас есть инициатива наша мы сами хотим мы сами тоже это делаем не потому что нам только мы подчиняемся божественному слову а сами это делаем это удивительная вещь которая у нас написано в торе но здесь у нас написано кроме того конечно что мы сами хотим и мы сами определяемся что нам разрешено и что мне в общем нет мы можем это решить но это говорит силу наших слов то есть если ты что-то сказал ты не можешь прийти и сделать это твои слова как будто это не существовало и обрати внимание почему это так важно почему это так важно и как я начал урок зачем написано все что мы соблюдаем в нашей жизни как евреи мы как евреи все что мы делаем все что мы соблюдаем мы это делаем потому что мы дали слово Богу когда мы стояли у подножия горы Синаль и стояли мы там все как у нас книги творим написано что не только Бог нам говорил тогда я вас заключил договор не только с теми которые которые стояли там физически в телах а все евреи которые там те которые не с нами сейчас как будто но они родятся потом то есть родятся потом их не души потом спуститься в тела потом через поколение через сто лет двести тысяч две тысячи три тысячи лет они потом но все находятся здесь все приняли то что всевышний дал нам на горе Синаль а как мы это приняли потому что мы сказали мы согласны мы готовы мы будем делать и будем слушать то есть мы словами наши приняли и эти слова обезут поэтому в данной ситуации когда мы сегодня что-то после нашего разговора после нашего обещания чего-то не мы выполняем это угрожает выполняю не только того обета который я принял сейчас а все заповеди всей торы потому что тора она была тоже принята нашими словами поэтому говорит хатам софер это большой хитуш который говорит новость которая новое такое открытие открытие которое говорит хатам софер зе адамарашем цивашем эту вещь которую заповедовал всевышний то есть понятно что он заповедовал потому что все что муше говорит это заповедовал всевышний но от этого зависит все наше соблюдение торы зе адамарашем цивашем я хочу с вами посмотреть удивительное у нас есть с точки зрения халлахи есть удивительное халлахав дан это который законах хоша нишпад и там написано следующее там написано это симан рейш дайле 204 палаграф там написано так мы знаем что халлахар так шлухан арух говорит нам если я например хочу купить бриллиантовое кольцо моей жене хочу купить бриллиантовое кольцо я пошел там в ювелиру ювелир который с этим разбирается все я не доверяю все нормально мы договорились о цене договорились о цене и я даже заплатил денег я даже заплатил денег заплатил но халлаха говорит что это недостаточно заплатить то есть есть законы которые называются законы приобретения законы киль я ним вот если вещь принадлежит кому-то как она вдруг встает моей если я дал денег и пока эта вещь находится у него я еще это не приобрел приобретение это когда я поднимаю эту вещь до недвижимости это по-другому работает в этом это по-другому есть в этом нюансе как это все работает ну я вот тем примером который я дал бриллиантовое кольцо это недостаточно дать денег это еще не мое кольцо когда это станет моим кольцом когда я подыму это когда это станет в общем я подыму и поэтому кстати я хочу сказать вам да что когда вот под хупой стоит жених и он дает обычно кольцо своей невесте и говорит ты освящена мне с этим кольцом да так всегда мы задаем вопрос ты купил это за свои деньги и так далее но это не достал он должен тоже приподнять потому что если пока он не поднял это кольцо и сделал киньян что это мое кольцо это пока еще не его да поэтому если например кто-то он купил и кто-то другой оденет кольцо его посланникам или что-нибудь такое может быть в этом это не его пока кольцо он должен прям приподнять это кольцо но это в скобках так аллаха говорит что если мы договорились с этим ювелиром мы договорились слава богу все нормально и сейчас задается вопрос да в общем мне надо взять это кольцо и вдруг кто-то из наших сторон передумал передумал почему я передумал потому что я получил звонок от другого человека который мне сказал слушай знаешь это кольцо можно купить гораздо дешевле или ты знаешь можно купить за такие же деньги но там будет больше каратов бриллиантов я знаю там еще не такое или передумал продавец который тоже бриллианты подорожали ему сейчас сообщение пришло и он хочет остановить эту сделку то есть формально эта сделка она пока еще нету этой сделки почему потому что я еще я приобрел что не приобрел аж заплатил деньги не заплатил деньги ты недостаточно надо при приподнять это кольцо такие если я пока еще не приобрю deal не приобрел значит это кольцо пока принадлежит продавцу я могу передумать, как будто бы и продавец может передумать. Но смотрите, что пишет Шухан Арух. Шухан Арух говорит, что если кто-то из сторон передумает, он должен получить проклятие, которое называется мишепара. Что значит мишепара? И Шухан Арух говорит, есть такое проклятие, я вам читаю, кейцадми кабель мишепара. Как вот это проклятие он принимает? Как это все происходит? Что ему говорят? Ты знаешь, вот был потоп. Потоп, все знают. Потоп, почему был потоп? Потому что были злодеи. Злодеи, и Всевышний, это злодейство не мог терпеть. И он, в общем, организовал этот потоп, и все человечество погибло. Кроме Ноя и так далее, тот говорит, мишепара, то есть всевышний, который он пара, который расплатился, теми, которые, в общем, во время поколения потопа. то есть мы знаем, что была Вавилонская башня. Всевышний тоже их наказал. Вавилонский грех, золотой Вавилонской башни, которые хотели воевать против Всевышнего и всех ценностей божественных. И Всевышний их рассеял и наказал. И потом написано от людей с Дома Амора, которые тоже всевышний там разграбил эти города с Дома Амора. У Мимитсраи, у египтян тоже, которые погибли в Баян. Он, в общем, расплатится того, который не стоит за своим словом. Если ты дал слово, что ты покупаешь, если вы дали такое слово, и не только покупаешь, ты дал даже уже деньги, несмотря на то, что деньги не приобретают, да, это проклятие. Ты получаешь это до такой степени. Формально ты можешь сказать, да, я не хочу. Не хочешь? Нет проблем. Но ты получаешь это проклятие. Мы знаем, что проклятие, оно очень неприятно, и люди не любят, когда есть, не дай Бог, какие-то вот эти проклятия. Это то, что мы здесь видим. Есть даже, я хочу вам сказать, больше, чем Мидат Хасидут, больше, чем качество Хасидут, качество, которое более углубляется. Есть гомора, да, который, гомора в трактате Макот. Гомора в трактате Макот приводит стих, который приходит и говорит нам, смотрите, что она говорит. Она приводит известный псалом Таилин, и там написано про человека, в общем, качество человека, кто будет в твоем шатре, Мишкон Барко Чеха, Олех Тамим, и так далее. И здесь написано довер эмет бливаво. То есть человек, который довер эмет бливаво, который говорит истину, правду в сердце. Интересно, обычно мы говорим это не в сердце, это мысли в сердце, но даже когда человек, он не выразил свое мнение, он довер эмет бливаво, да, этот человек, он благословлен, и с ним ничего плохого не будет. Довер эмет бливаво. И говорит нам, Гмара, отдай мне пример на такого человека, который довер эмет бливаво, который говорит истинную правду бливаво, и Гмара приводит, то есть это Раши, великий комментатор Раши приводит, Гмара говорит, это как с 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 он выделяется с тем, что он довер эмет бливаво, что он говорит истину кем. Ая лохефец эхад линкор, у Рав Сафра говорит, нам Раши приводит, ая лохефец, у него была некая вещь продать, некая вещь продать. Уба Адам эхад лифанав, пришел некий человек перед ним, и чтоб купить, он хотел купить эту вещь. Но в тот момент, когда пришел этот человек у него покупать, Рав Сафр занимался заповедь он говорил молитву шма, чтение шма. То есть он был занят, говорил шма Исраэль, говорил вот это чтение шма. И тот говорит продание это. И он предложил служить. Ты продаешь ему дай мне это за такую сумму. А Рав Сафра он же в середине заповеди говорит шма и он ему не ответил потому что он читает кри ад шма. Так тот покупатель потенциальный покупатель он думал что он ему не отвечает потому что слишком мало предлагает. И он думал что он наверное не хочет продавать за эту сумму. Он он говорит ты знаешь давай я тебе добавляю. Я тебе добавлю. говорит ему Рав Сафра ему не ответил. Но он закончил чтение шма он сказал возьми за ту сумму которую ты сказал в самом начале. Потому что я уже в сердце своем решил довер иметь бельваво. Я решил я уже сказал в сердце своем меня устроила та сумма которую ты сказал в начале. И это человек который мы можем написано даже если человек не дал деньги мы просто договорились Шуханарух пишет потом. Если ты дал деньги ты получаешь проклятие как вы сказали и передумал. Но если ты не дал денег Шуханарух нам пишет смотрите что пишет Шуханарух смотрите то есть мы разговариваем договариваемся и никаких денег не было там ничего не подписали никаких денег не дали но мы договорились надо надо вот то что слово сказал это не просто я сказал что что такого нет это не что такого слово а тем более еврейское слово сейчас мы скажем оно имеет силу оно имеет в общем большой большой вес это не можно сказать я только сказал знаете что Шуханарух пишет он он должен то есть в общем что что он сказал то что он договорился צריך ламот апполь пишет несмотря на то что он не взял никаких денег и они ничего не записали и никакой залог на это не дали здесь уже не было денег и человек который передумал я ничего не это все здесь может его не проклинают потому что проклятье это только когда был разговор но с каким-то действием правда не преобличение но с каким-то действием этот человек ему не нельзя доверять и этот человек человек в общем мы недовольны с ним мы недовольны это то что написано это человек нельзя ему доверять нельзя на него полагаться это такой степень человек должен потому что слово человека я вам хочу сказать чем отличается да человек от всего животного мира это именно силой нашей речи это не наш не наше сознание не наш ум а именно ту речь которую мы можем произнести если у нас есть в общем физические органы материальные физические органы наши есть у нас духовная составляющая и есть у нас что-то третье это наш язык это наша речь с этим мы отличаемся от всего животного мира который у него нет этой речи этим мы можем выразить все что у нас есть в нашем сознании в вашем умах и так далее можем выразить да и это не просто так когда у нас в Торе написано когда Всевышний сотворил человека Всевышний говорит когда и был человек живым существом живым животные они тоже живые говорит там великий комментатор что человек что такое нефиш хая это наш разговор мы разговариваем а это не просто разговор для того чтобы у нас могло быть общение между собой и общество каким-то образом я знаю там развивалось укреплялось и так далее речь она очень важна а разговор он имеет силу кстати на иврите корень разговаривает это корень то есть от слова давар и вещ когда я говорю какая-то вещь давар это тоже то есть наш разговор это не просто разговор а он имеет силу умеет вес как мы сказали он превращается в какое-то что-то существенное а не просто какие-то разговоры я вам хочу прочитать сейчас после того как мы получили получили момент момент разговора как он важен в мире бизнеса как он важен в мире того то что Тора нам приходит и говорит ты можешь с ним сделать обеты то есть ты с этим по-новому устраиваешь какие-то новые заповеди которые у нас 613 заповедей даже вещи которые мы делаем но мы это делаем потому что мы обязаны это делать мы это не делаем потому что наше сердце нам хочет когда мы даем вдол кому-то когда мы помогаем даем какое-то пожертвование даем мы это делаем потому что мы обязаны это делать а есть вещи которые наш разговор нас обязал этого делать. Это две разные вещи. Так смотрите, что пишет интересно очень в трактате Таанид. И Махараль, он приводит этот рассказ. Это очень важно так, чтобы потрясти людей, которые просто так говорят, что сказал-сказал, ничего такого. И Махараль в своей книге приводит была некая история, которая приводит Арух. Это один из решонин, один из великих комментаторов, который приводит реальную историю. Расскажу вам. Что за история, которую он приводит? Он приводит и говорит так. Он мегуэр везе ла шонун. Мааэсэ бэнаэра, шаэйта олэхэт лобэйт Некий рассказ про Наара, про девушку, которая шла в дом отца своего, хотела прийти домой. И она была украшена вся золотом, серебром, то есть красивая, богатая, из богатой семьи девушка. И она заблудилась в дороге. Она заблудилась. И сейчас она идет. Она не знает, заблудилась. Куда пойти? Когда пришел уже день, жара. Ей пить хочется. Никто не был с ней. Как она будет что-то попить? У кого она попротив что-то попить? Она увидела колодец и ведерко, ведро. И хевель, и такая веревка на этом ведре. Пить хочется. Что она сделала? Она спустилась, спустилась в этот бор, спустилась в эту яму. После того, как она попила. Она хотела подняться. Она не могла. Стала кричать. Как она поднимется сейчас? Она спустилась и спустилась. А как поднимется сейчас? Абар Алея Адам. Прошел там некий юноша. Человек. И вдруг слышит с какой-то ямы голоса, крики. Амад Аль Пи Абе Эр. Он приближается к этому колодцу и пытается взглянуть внутрь этого колодца и не смог определить, кто там. Если это человек, который орет там, кричит, или может быть какие-то черти, я не знаю, кто там. Он не смог определить, кто в этом колодце. Он ее спрашивает. Амар Лея Мин Бне Адама Он ее спрашивает. Слушай, ты человек? Или какие-то мазыки, мазыки им какие-то черти. Амра Лея Мин Бне Адам. Она сказала, я человек. Амар Лея Ишаб Илеши Бне Адама Он говорит, поклянись мне, что ты человек. И она поклялась ему. Бедная там находится. Амар Лея Мия Ви Ахликан Спрашивает ее, а кто тебя сюда привел? Сипрало Амасе Рассказала. Я вот ходила и так далее, спустилась, водичку хотела. И он ее задает сейчас вопрос. Амар, им анима алег, ты насили? Слушай, я сейчас подыму тебя. Ты выйдешь за меня замуж? Или нет? Амра Лея, да, конечно, выйду. Что я делаю? Что я остается делать? Сказала, выйду для тебя замуж. Он ее поднял, красавица, и хотел сразу с ней переспать. на том, что мне захотел, мне захотел, я не знаю, давай, я не знаю, что я знаю. Амра Леу, аниму говори, маэзэ амата, аниму задают вопрос, скажу, какого народа ты? Незнакомый, парень, да? Амара Леу, маэзээээллани, мимэком плони, вэкохээнани. Он говорит, я, еврей, стаку вутэ месдэ, и я коээн. Я, ищу коээн. Амра Афанимимэ маком плони, мимэшпэха плони. Я тоже еврейка, стаку вутэ месдэ, вээмра ло, ам кадошэ кэмутха, шэбэхар бэха, кадош буроху мэкул исэээээлл, вэпервэх, ам кадошэ, ты свитовэна рода, и ты коэн, в севышьи выбрал вас, ата мэвэкэш лассоу кэбэээмэн, пээллок идушин вэктуба. Ты хочешь сейчас со мной переспать без кэдушин, без ктуба, без хупы, без, ну, как это принято, у еврейского народа, это не просто так, что девушку, она ему разрешена только, когда будет хупа, будет кэдушин, надо брачный договор, потом все разрешено, нет проблемы. Мы же не животные, у нас же есть правила, и она вот ему это все объясняет, она говорит, я же согласна, я согласилась выйти за тебя замуж, но ты же еврей, мы евреи, как мы так можем? Пойцель авивы и ми, приходи в дом моего отца, мою маму, ванимитарэйсатлеха, и я, конечно, выйду за тебя замуж, будет помолвка, будет свадьба, все будет нормально, так же, как я поклялась тебе. Натну брит зэ лэ зэ, и они договорились, брит, брит, дали обещание друг другу, что они поженятся. Амар, и они дали обещание, и парень говорит, но кто будет свидетель этому обещанию? Обещание обещанием, но здесь никого нету, ты завтра сможешь сказать нет, и так далее. Мия хаэд, кто будет свидетелями? Вайта хульда кинэгдам, и там была крыса, пробежала крыса напротив них. Амар лэ ха шамай бахульда вебор эдн. Он говорит, в общем, мы клянемся, что у нас будет, вот, небеса, то есть, они участвовали Всевышнего, да, говорит, вот эта крыса, и вот эта яма, вот этот колодец, они будут свидетелем. Адше эйн ану мы хазвим зэ бэ зэ, мы не обманули друг друга, мы поженимся, и каждый потом пошел, она вернулась домой к себе, он вернулся к себе. Ха наара амда бэ эмуната. Вот это наара амда бэ эмуната. Она ни в коем случае, она обещала, она не вышла замуж ни за кого. Он, они же договорились, а он прекрасно знал, где она живет, она сказала, с какого места, с какой семьи. Вы коль миша таваа, но она девушка. Годы идут, приходят свататься ей другие. Родители говорят, тебе надо выслите замуж. Но она дала обещание. И каждый, кто, в общем, просил, просил жениться на ней, да, она не выходила замуж. Коль миша таваа, и там мэна эль, она отказывалась. Когда родители уже стали давить на нее, стали, в общем, серьезное давление, что она сделала? Она превратила себя, как будто стала сумасшедшей, чтобы от нее отстали. в караа бигадея, она начала рвать свою одежду. Ача нимны убны адам минына. Пока нимны у, люди вообще прекратили иметь с ней какое-то отношение, вообще стали женихи приходить, там сумасшедшая живет, кому она нужна. Это то, что было с ней. Что было с ним, с этим парнем? Он отошел от нее. Это был такой для него курьез такой. Да, там спас ее и так далее. Шахаха! Он вообще забыл ее. Он ее забыл. И он женился на другой женщине. И эта другая женщина, она забеременела. И родился у них ребенок. Родился ребенок. И произошла систурация. Крыса задушила этого ребенка. И этот ребенок умирает. Раз. В следующий раз она опять забеременела. И народился сын. И этот сын упал в колодец. Когда его жена этого парня видит, она говорит ему так. Амра и что? Говорит ему жена. Если бы они умирали бы по-обыкновенному. Да, то есть, ну, бывает. Смерти бывает. Смерти детей, тем более в то время. Это было. То есть, он говорит, что уже я бы говорил цидук один, что всевышен справедливый во всем, что он делает. Когда я вижу, что они умерли таким странным образом, смерть непонятная, как крыса упали. Это что-то необыкновенное. Скажи мне, это не может быть без никакого греха, скажи мне твои, Маасеха, скажи мне твои дела. То есть, какие-то дела можете сделать. Гилала Маасех. И он рассказал ей все. Рассказал вот эти обещания и так далее. Амра ло лех ецель хел кеха шанатанлу акадош бурху. Аллах бешаал би Ира. Он пошел в ее город, в ее местечко. Той девушке. Они развелись, и он пошел искать ту девушку. Амру ло нехпетит. Сказали, та девушка, она сумасшедшая. Она с ума сошла. Там нету ничего такого, чтобы халахетел авия перешло кола маасе. И он пошел к дому отца своего, перешло кола маасе. И он сказал все вот Амарло анимикабель мумея. Я принимаю все ее мумея. Я принимаю все ее изъяны. Папа сказал, с кем ты хочешь встречаться? Встречаться сумасшедшей. Он сказал, я принимаю, все нормально. Ба ицла ивхилу лаасотки минага. Когда он пришел к ней, она опять стала вести себя с ума сумасшедшая. И сипер ла маасе худа вебор. И он рассказал ей вот этот рассказ с крысой и и она говорит ему, слушай, я же держала свое слово. Сразу она вернулась. де парубе, рабубе, бамимбе, нехасим. В общем, потом они поженились, у них были дети, имущество и так далее. Опять-таки, здесь мы видим, как важны наши слова, как важны наши высказывания, как они работают. Я хочу закончить урок наш. Это тоже связано с нашими, не дай бог, какими-то плохими словами в адрес других. Наркобалисты пишут, что, конечно же, когда человек, не дай бог, проклинает кого-то, это работает не потому, что у тебя сила проклинать, потому что Всевышний только, но есть у каждого человека есть какие-то грехи, и Всевышний терпит эти грехи. Терпит. Несмотря на то, что тебе полагается на это наказание. Но когда человек проклинает другого, в тот момент терпение Всевышнего как будто исчерпается, утрачивается в тот момент. Но написано, что когда мы благословляем друг друга, Всевышний, поскольку он добрый, так наши слова даже кому-то чего-то не полагается. В проклятии, если кому-то что-то не полагается, он никогда не будет проклят. Если он там грешил сегодня и так далее, так это будет работать, как мы сказали. Но в благословении, когда мы благословляем друг друга, качество доброе, божественное, она гораздо выше от всех остальных каких-то порануют, неприятностей и так далее. Поэтому это очень важно. Да, вот когда мы находимся, тем более, в какой-то ситуации, и вот сегодня еврейский народ находится не в простой ситуации, и на плечах премьер-министра, на плечах наших армий находится очень много всего важного, когда человек не может сказать, что я могу сделать, благословлять, молиться, молиться за удачу, говорить хорошие, правильные слова за премьер-министра, за нашу армию, за всех политиков, которые занимаются спасением. И этот разговор, он реальный, он действует, это то, что мы можем сделать. Спасибо. Большое спасибо. Было очень-очень интересно, очень интересно. Хотел добавить, спросить, мне кажется, не только меня, всех поражает, что речь идет о том, что запрете человека отменять то, что он взял на себя, свои собственные слова. То есть если бы это было связано со словами Торрен, когда человек сказал, я буду выполнять такую заповедь, носить цицит, либо вставать каждое утро и рано молиться идти в меня, да, и потом он этого не делает. понятно, что он сказал хозяину, что он будет выполнять его приказания, а теперь отказывается. Понятно, что должен понести наказание, либо он должен это выполнять. Но если человек говорит что-то, что он сам придумал, например, человек говорит, я не буду есть бананов. Какое дело тому, кто сотворил этот мир до того, что я не буду есть бананы. Какое ему до этого дело? Это абсурд какой-то. И это действительно подчеркивает то, что сказал Раб, что сам дар, то, что по-русски называется дар речи, дар, дар это означает, что это неприобретенное, человек получил дар, этот дар надо использовать, надо использовать в соответствии с инструкциями того, кто дал эту дату. Потрясающе. Спасибо, Борис. Спасибо большое. До свидания.